Открой свое сердце. Пусть глаза твои закрыты. Погрузись в мир внутреннего покоя, в мир, где тебя ждут крылья любящей семьи космического пространства. Отвлекись от суеты, наполнись светом и сиянием. Так твое поле выведет тебя в пространство безопасности, защиты силы любви. Посмотри на себя. Посмотри на свое сердце, на свой подлинный мир. И с каждым разом, как ты смотришь, тебе необходимо привыкнуть к тому, что сердце будет расширяться. Представь, что ты с каждым днем достигаешь все больше и больше своего расширения. Представь, что та любовь, которая заполняет это пространство, является абсолютно живым телом, живым, присутствием. Высокие существа, которые постоянно сопровождают этот мир и несут очень много напоминаний, воспоминаний, которые были стерты с ваших клеток памяти, потому что очень долгое время люди находились в поле разделения. Очень важно сейчас начать вспоминать свою настоящую природу посредством того, что вы вспоминаете, как устроена ваша система жизни. Человек находится под защитой космических сил, когда он находится в поле созвучия со своей истинной, настоящей магнитной природой. И эта подлинная магнитная природа находится всегда в высших областях сознания, а это живой разум, живое присутствие. Представьте себе на минуточку, что об этом знали очень многие древние цивилизации. Природа, которая является для того, чтобы человек достигал полной реализации, это иллюзорная природа вашего пространства. По-другому его можно назвать телом сновидением, телом иллюзий. И когда человек достигает своей реализации, можно сказать, он включает свое радужное тело. Естественно, не всем была возможность предоставлено включать это тело. Потому как планета находилась в полях низкой вибрации сознания. Найти из вас, кто достигал это в прошлых воплощениях. Сейчас намного быстрее принимают данную информацию. И быстрее раскрывается память о том, что вы есть многомерное существо. И что вы можете включить опыт высших станций вашего сознания. Вы не учитесь. Вы просто вспоминаете свою природу. Поэтому очень важным проявлением является точка отсчета. Та точка отсчета, через которую проявляется тесная связь с вашей природой. С вашим иллюзорным телом. И оно иллюзорно для матрицы 3D. И если вы сейчас идете путем достижения уровня, при котором взаимодействует высшая форма, чудотворная форма, форма поля феноменов, то вы идете по пути освобождения своей души. А вы идете в поле чистых душ. И сегодня мы с вами закрепим эту связь, чтобы более явно проявлялась рука помощи в вашем пространстве. Рука помощи высших сфер. Вашего подлинного мира природы. Пространство феноменов, которые мы открываем, чтобы оно полностью начало раскрываться в вас. Это самый важный и необходимый момент в жизни. И душа больше всего хочет запечатлеть всю эту природу. Осознать это. Прийти к освобождению. Всеми этими проявлениями управляет женская природа, божественная, которую мы называем решеткой сознания. И сейчас мы говорим о сети сознания изначальной, изначального сознания. это та координата, где вы полностью едины со своей природой. Где вы находитесь в тесном контакте с подлинным магнетизмом. И тогда вы освобождаетесь от тех программ, которые мешают вам достигать любого эффекта перехода. Запечатлите для себя эту природу как то необходимое условие, которое душа ставит перед человеком. людям кажется, что это преграды создаются извне и создаются кем-то, людьми, обществами, государствами. Однако люди забывают, что именно душа может создавать такие преграды. потому что душа приходит и стучит в двери для объединения всех ее частей в единую целую мировую душу. И это всегда происходит по-разному. И только от осознанности человека зависит. Впускает он ее с открытым сердцем. и любовью или начинает бороться сам со своими частями души. И никто из вас не знал до конца, насколько вам будет тяжело. И поэтому очень много воплощений, множество эпох. Вы достигали этого, потом вновь втеряли эту связь. И таким образом отложилось множество отпечатков, которые очень сильно мешают сейчас в вашей осознанности. И я прошу вас, просто представьте эти отпечатки, как некие кристаллические формы, которые находятся в вашем пространстве. И сегодня мы достанем их, словно достаем старую ненужную флешку из телефона. с записями, которые были заложены. И сейчас пришло время освободиться от этих записей, от этого чипа. чип, который ставил стену, преграду, разделял вас от своей подлинной природы. И вы осознаете и понимаете, что все есть игра и освобождаетесь от этих слепков кристаллических. Вы вспоминаете, что когда вы пытаетесь проводить какие-либо практики, не осознавая вот этой самой сути, то вы только усиливали эти отпечатки. Поэтому очень важным моментом является то, что вы обретаете природу радужного тела присутствия. Материя, Великая Мать, является воплощением изначальной решетки, освобожденной души, чистой души. И когда вы осознаете эту игру, что ваше поле на самом деле абсолютно чистое, кристально чистое, когда вы овладеваете мастерством игры, тогда вы достигаете опыта, овладевания своей иллюзорной природой. Именно достижение своей настоящей силы, объединение с ней. И мы сейчас подходим к тому моменту, когда мы вбираем вновь себя это состояние, чтобы закрепить его в состояние освобождения и осознаем этот момент, что идет освобождение от этого чипа программы старой матрицы земли. Чипа, на который воздействуют все эгрегориальные строения старой матрицы, воздействуют на психику, на сознание, на подсознание людей. Представьте себе, что у вас есть, а внутри некое пространство которое сейчас разворачивается наружу солнечное пространство и сквозь вас проходит луч центральный луч, который сканирует все ваше тело, все ваши тела, все тонкие тела. Этот луч превращается в некого солнечного ангела, который становится сзади вас, и прямо сейчас он достает этот слепок, этот чип, как некий информационный сгусток. просто его убирает. Возможно, вы почувствуете в теле, в определенных, у каждого по-разному, может быть, в позвоночнике, в голове, в сердце, в руке. Самое главное в этом процессе просто осознать, что это есть, осознать, что человек посеял, что посеял, да, то и пожнешь, осознать, что никто насильственно эти чипы, программы никому не вставлял, это был предвыбор прохождения этого пути. И точно так же мы с вами находимся на пороге того времени, где перед каждым из нас выбор оставаться с этим чипом, продолжать играть, продолжать жить, в ненависти к себе подобным или убрать этот чип, убрать сети программы, что имеется ввиду под этим чипом, это свернутая старая решетка сети земли сознания, мы ее просто с вами свернули до размеров чипа, в нашем сознании, зная закон мироздания как представил так и есть и зная другие сакральные живые знания, которыми мы владеем, да, как владыки своего сознания. таким образом, здесь самое главное осознавать, что никто ни в чем не виноват, это запись, которая сейчас сворачивается, любые такие записи, которые развернутся на место старой сети сознания, это есть координаты памяти, которая будет проживать ее на сети. И какая программа записана на этой сети, так и будет выглядеть ваше завтра. И для того, чтобы созрела пришла реализация, воплотилась, воплощение вашей силы, вашей солнечной генетики солнечной сети сознания, чтобы она полностью проявилась и развернулась, вам нужно осознать, что все является иллюзией. Очень многим людям тяжело осознать, что дети, близкие, это тоже иллюзия, что все вещи, все моменты, все сценарии, это иллюзия, и когда мы к чему-либо здесь привязаны, то эта иллюзия держит нас и не дает выхода освобождения, когда есть осознание подлинности вашего строения, и что все люди, все близкие, все дети, родители, являются вашим же я в отражении на определенной чистоте, определенной вибрацией с определенными характеристиками, некое отражение геометрии в зеркальных коридорах вашего бытия, и если ваши отношения с близкими или неблизкими желают оставлять лучшего, если происходят какие-то сценарии неприятные, то знайте, что это отношения ваши с самим собой, когда вы отделяете их от себя, не осознавая, что их зеркальное качество это ваше качество, когда вы не осознаете того, что нужно не менять окружающих, а меняться самому, тогда вы все больше и больше даете проникать чипу старой матрицы и управлять вами, каждый придет тому, что он поймет, что чем больше он привязывается, тем больше происходит у него очень много сдерживающих моментов, и конечно же от этого будет только больно, чем больше вы освобождаетесь от привязанности, тем ваша жизнь становится более легкой, счастливой, и когда вы разворачиваете для себя тело великой матери, то в этом теле не должно быть никаких отпечатков, и высокие световые существа высвечивают, сканируют все ваше тело, в котором убираются все слепки, все отпечатки кристаллической сети старой земли, старого сознания. и вам идет напоминание, что если вы по привычке используете сознание старой матрицы, то вы используете какой-либо отпечаток, кристаллическую форму его, но это не ваше сознание, вы просто его принесли, вы не можете помнить откуда, когда вы взяли и почему вы так срослись с ним, что считаете, что это ваше сознание, что это ваша природа, что это ваши характеристики. И поэтому мы передаем вам необходимые формы, сияющие кристаллические тела, которые сотканы из подлинной природы, той природы, которую мы называем подлинным магнетизм, который является абсолютным присутствием вашего изначального плана. И сейчас мы еще раз представляем эту картину как солнечный ангел сканирует и прямо руками убирается из куски. И на его месте этих кусков разворачивается сиящее солнце прямо из капли и золотой капли. Совершенно сияющее тронное тело разворачивается разворачивается поле всех ангелов, всех хранителей, разворачивается тело космических родителей, разворачивается поле сознания великой матери, поле фотонных соединений. и когда вы используете это сознание, то все остальное, все, что несозвучное, просто покидает вас, а истинная природа разворачивается. И необходимо все больше и больше входить в этот поток солнечной сферы, сливаться с солнечным ангелом, чистой кристальной природой. Просто представьте, что вокруг вас некий круг разворачивается в совершенную кристаллическая форма, сияющая, солнечная. Вокруг вас планетарная, галактическая, вселенская сеть. И все они сияют. И это поле пространства, в котором пребываете вы, таким образом вы включаете в себе свою природу и понимаете, что решетка сознания это проявление вашей изначальной природы. и на земле сеть сознания является отражением изначального плана магнитной природы. сознания сейчас мы отражаем именно изначальный план. Представьте себя внутри сияющего тела вы горите словно звезда солнца и сквозь сквозь вас сквозь ваше тело проходит также звезда совершенной реальности защиты подлинной любви и единства с подлинной природой и вы полностью сливаете с ней на ее высочайших частотах и разворачивается присутствие высшей реальности как некий корабль плато с присутствием сознание высших сфер высшей духовной природы вы ощущаете присутствие множества божеств ангелов расширяете свое сердце принимаете сознание до полного слияния расширяется ваше троидальные поля соединяются созвучно изначально решетки истинной природы изначально решетки божественное женское начало все и вся божественная природа женского начала является высшей материальной природы вашей природы и вы превращаетесь в эту природу осознаете ее суть без этой природы невозможно достигать никакой самореализации пока вы не примете свою божественную женскую изначальную чистую природу почувствуйте это слияние чистая природа суть всех способностей вы выбираете из себя все опыты все записи изначально сети сознания все пространство феноменов становится вашим выбираете вашу природу достигая управления иллюзорным телом вы осознаете что именно эта связь создает ваше предназначение здесь все ваши силы в абсолютно чистой связи и от этой связи зависит любая жизненная ситуация теперь необходимо адаптироваться в этих частотах и признать всю божественную природу высшей реальности что она абсолютно живая что и существа которые эту реальность построили что они ее держат что именно душа управляет процессом вашей жизни если вы что-то делаете без души то вы не наполняете это жизнью поэтому точно так же вы осознаете аспект вашей души вы осознаете что когда вы расширяете раскрываете свое сердце вы издаете живой свет и он становится радужным он воплощает в себе все феномены этого поля все начинает заполняться живыми потоками света живых частей света и вы достигаете радужного свечения начните осознавать насколько расширено ваше сердце представьте что вы достигли формы матери можете представить ее в виде образа некой королевы как некое физическое целостное присутствие в ярких одеждах световых таким образом происходит торжественное воплощение божества для всего вашего духовного мира мира велика великое великое благословение присутствие великой изначальной матери происходит торжественный момент который узнает весь ваш мир все ваше мироздание и ваше сердце является свидетелем этого мощного раскрытия и все все существа вашего мира вся природа смотрит на великую мать и нет ни одного существа которое не испытывает к ней абсолютной любви а великая мать материя мать всех существ она любит всю всю природу безусловно какие бы лики не сдавали ее дети она любит всех детей и вы в сердце расширяйтесь до сердца великой матери и так вместе с ней вас видят все так рождается световое существо вашего пространство вас запоминают все существа и великая мать начинает договариваться со всеми вашими аспектами благословляя их признаваясь им в любви клеточки клеточки начинают договариваться с друг другом посылая импульсы любви и клеточки и божества и существа сейчас показывают вас стилем матери всей природы которая спала и забыла подлинного хозяина вас в центре своего мироздания представляет вас всем 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 существам вашей природы и многие просят позаботиться о вас всех всех существ вся природа слышит этот звук все словно останавливается и все глаза поворачиваются в центр на вас вы в теле великой матери великой материи и совсем не важно мужское у вас тело женское воплощение 3d матрицы все это материя мать и каждой являет собой главное предназначение раскрыть изначальное божественное лоно изначальное женское я мать всех матерей и мать всех детей все смотрят на вас вспоминают узнают и проникаются невероятной любовью и желанием помогать поддерживать вас защищать направлять вести любви существа начинают договариваться между собой трансформируется все искаженное и весь мир начинает служить великой матери вас великой любви служить значит безусловно любить и нести заботу как и вы также безусловно начинаете любить и заботиться о своей подлинной настоящей природе просто представьте насколько все совершенно в вашей природе и поэтому здесь очень важно напомнить почему сейчас происходит тот момент когда все все переходит на очень высокий уровень и вы перемещаетесь параллельной реальности вы предстаете перед существами многомерной многофрактальной вселенной которые эту реальность охраняют которые являются этой реальностью вы проявляетесь и вас видят одномоментно повсюду именно в этой природе вы сейчас договариваетесь обо всем абсолютной любви потому как вы в теле великой матери матери всех чистых душ которую полномочены завершать правильно все дела развязывать все кармические узлы сопровождать каждого человека и каждое существо представьте себе на минуточку как каждое существо сопровождает от начала и до конца даруя полное освобождение и полный успех в любом начинании они ответственны за это если великая мать пришла знайте что это не просто так дайте этот импульс импульс сердца что вы достигли полного освобождения и что за вас договариваются не живите в пустом мире ощутите это пространство пространство любви которое окутывает вас весь мир вашей подлинной природы сейчас общается только о вас вас увидели вас услышали знайте что здесь все все на своем месте это кристальное чистое пространство здесь никто друг другу не мешает здесь все проявляется в совершенной форме итак вы достигли этого воспоминания как представил так и есть как вспомнил этот сценарий так он и проявляется вы вспоминаете что именно в этом теле вы действуете и ваша генетическая память заложена в чистых мирах ваша совершенная генетическая память ощутите что любое присутствие меняет чистоту чистоту тела дома вокруг вас формируется совершенно иное пространство вы становитесь совершенно другой атмосферой и эта атмосфера сияющая священная важна для выполнения вашего воплощения реализации вашего намерения реализации ваших желаний вы ощущаете себя абсолютно чисто кристально в кристальной чистой сфере и свободно превращаетесь тело в великой матери вы отдаетесь ей и она начинает распоряжаться миром природы она своим совершенным сознанием своим совершенным звуком начинает наводить порядки выравнивать невыровненное соединять несоединенное через волну божественной пропорции и теперь вы знаете что когда вас не устраивает реальность что любая реальность это проявление матери это материя есть кристаллическая решетка и они бывают разные ее улики бывают гневливые приносящие страдания и когда это происходит это означает что развиваются части вашей души и через старые народные сети только так через страдания гневливые алики могли развиваться части этой души человек мог через боль души начинать искать Бога в себе вы осознаете и понимаете что не нужно жаловаться а необходимо изначально принимать зная что принятие это ключ всех свершений потому что вы начинаете узнавать суть происхождения всех вещей как бы не было тяжело принять необходимо принять данность и осознать что сейчас так происходит потому что я нахожусь на сети сознания решетки материи данной программы я могу перейти сменить эту сеть сознания и могу я это сделать только в своем сознании не воздействуя на внешний мир не воздействуя на людей люди ни в чем не виноваты просто спящее неосознанное сознание этот импульс он будоражит когда одно тело матери сменяется другим и задачу которую она ставит собрать все ее части и привести к единой материи к единой мировой душе собрать все части души и болит там где стучится эта душа неважно тело это человека тело это города или тело это страны там где болит там где нарывает это дверь где стучится душа открывается открывается эта дверь только во внутреннем мире через открытое сердце там находятся все ключи и замки и открывая дверь в любви впуская эти части души они сливаются с друг другом в объединение и только там где идет противодействие там где идет борьба там где идет раздор гнев ярость ненависть там идет борьба с душой как ни странно ни с людьми не нужно искать виноватых в 3d матрице потому как истина находится совершенно на других уровнях здесь мы просто принимаем уже следствие и под сопровождением под сопровождением высших сил таких уроков мы достигаем совершенно чистой кармы в чистой крепкой связи с изначально совершенно сияющей формы материи в виде в виде матери представьте себе как вы соединяетесь со всеми ее световыми формами и как вы себя ведете как вы настроены большую часть своей жизни это это одно и и сейчас мы это все собираем трансформируем свет и даем жить вести себя говорить сияющей силе матери природы говорить должна ваша изначальная природа мы передаем ей слово ее голосом ее волей ее силой то есть как человек мы перестаем выражать человеческие ограниченные видения осознания старой матрицы и как человек сливаетесь с этой силой и полностью даете ей выйти чтобы она выразила себя своими именами и действиями и когда действует она а вы просто дверь вы открытое сердце тогда вы абсолютно всегда будете под защитой этой силы она будет вас вести всегда по самым совершенным координатам всегда во всем будет поддержка потому что силой природы может управлять только она человеческое сознание по определению управлять природой не может это ограниченное сознание отсюда и название чела тиры век смертная мы же говорим о бессмертном сознании о бессмертной душе единой мировой душе которая разворачивается здесь полную мощь и являет свою силу свой вихрь божественный пропорции и когда мы полностью отдаемся этой силе она отдается полностью служению миру полностью отдает себя она служит каждому существу давая освобождение всем всем существам и они перестают мешать вам своей реализации они перестают создавать для вас какие-то капканы преграды а все складывается всегда самым совершенным образом и все события как как бы они не выглядели да на вашу оценку всегда будут складываться так что будут вести вас по самым самым лучшим возможным сценариям из множества возможных лично для вас без этой силы человек не может достигнуть ничего высшего да речь идет о высшем порядке поэтому очень важно такие формы любви достигать с этими существами и понимать что мир в старых форматах закончился он полностью сейчас сворачивается очень важно понимать что вы не остались сами просто многие не подключены к этим новым формам и поэтому происходят такие разделения очень сильные негативные мир как бы разделяется хоть и выходим мы на новый уровень но все равно параллельные реальности открываются и каждый выбирает сам в какую реальность он вступает сам для себя определяет и не может никто за него определить потому что пульт управления находится только у вас во внутреннем мире просто вы забыли теперь вспоминайте и будьте готовы к тому чтобы полностью это сознание заменить представьте себе просто представьте какой могущественный жизненный импульс дает мировая душа вам не нужно теперь не медитировать не делать какие-либо сеансы практики потому потому что вы полностью вспоминая эту природу начинаете жить полной жизнью в пространстве живого присутствия на него не нужно настраиваться оно или есть или его нет вы просто вспоминаете что я просто сон я просто сон своей изначальной сущности который там где-то далеко далеко сидит и видит это сновидение и вот этот сон вот он я попал на эту землю понимаете это также сон и земли Гаи да потому что это все едино все один организм так если это все едино как же нам не общаться землей с природой как же люди забыли о своей природе которые находятся во внутреннем мире вы просто себе напоминаете о том что все есть звездная проекция и мы входим в сотрудничество и общаемся общаемся со своей природой поддерживаем связь со своей природой постоянно и пока люди слепые глухие они будут страдать пока люди думают что планета это просто глобус шарик планета это многомерная живая сущность звездная планета и вся природа живая когда ваш мир подлинной природы оживает и вы внутри себя ведете постоянную связь постоянный контакт и питание живым светом то есть планета земля это живой организм кристалл но человек с ним не общается человек отделен от этой природы представьте себе что есть сознание которое управляет всем этим процессом сознание которое дает полную безопасность есть сознание которое занимается планами материализации каких-то вещей порядком миром во всем мире есть сознание которое несет характеристику войн раздоров это все живые сущности о чем люди забыли и чаще всего люди имеют связь с низковибрационными сознаниями не осознавая этого и так переходим вновь к образу матери звездной проекции планетарной реальности галактической вселенской вы просто сейчас не становитесь одним целым а вы не деформируйте ее и она вас не ограждает она полностью открыта перед вами ваше сердце и ее звучат в один ритм теперь вы чистая душа а чистые души все заложены на чистых платформах то есть на изначальной решетке памяти таким образом вы осознаете и начинаете понимать что это тело реальности тело которым сейчас вы начинаете создавать себе судьбу вся реальность создается в этом теле теперь теперь мы ощущаем что мы совместно делаем это с душой совместно делаем это с нашими изначальными космическими родителями а это говорит о том что тронный ангел солнечный ангел тронный это значит единый это поле всех ангелов это центральный изначальный луч изначальный луч от источника от первого солнца итак это сборное тело собирает само себя сам бог собирает сам себя и сейчас все ваши стихии приходят в гармонию порядок есть звездная решетка планеты мироздания и когда мы соединяем сознание свою жизнь мы соединяемся с изначальной сущностью конечно же сознание меняется мы берем ее форму ее решетку сознания мы объединяем мир каба свою смеркаба галактики смеркаба планет и когда человек отделен от этих меркабических станций он естественно смерть находится пространстве глубокого сна неосознанности и на таких людей идет очень сильное давление различных планетарных форм потому что нет союза нету связи вы же представьте себе что соединились со своей формой планеты планетарная решетка примите ее навсегда это форма матери и она представлена сейчас перед вами и ее сеть сознания становится доступна вам живое сознание живое существо божественное существо еще раз повторюсь не имеет значения мужчина вы или женщина это материальная энергия энергия богатства внутреннего богатства энергия материальных благ энергия абсолютно чистой любви энергия защиты энергия введения сил природы это все есть женское решетка сеть сознания энергия богини женской энергии и поэтому очень важно понимать что любой мужчина содержит себе эту энергию и важно быть открытым этим процессом и так когда вы открываетесь этим процессом вы становитесь пробужденным мастером жизни о таком опыте говорят что это золотое сознание потому что это сознание могущество могущество над своим миром природы могущество потому что не осталось места где бы сила не превратила в золото весь ваш мир подлинной природы и таким образом представьте что вы тесно взаимодействуете со своей силой вы всегда находитесь в нужном моменте в нужной координате представьте что всегда включается нужная координата и разворачивается вы входите в идеальный миг совершенных сценариев потому что вы созвучны сознанием великой матери она благословляет каждое существо от первого и последнего она обладает силой реализации материализации это единое сознание единая форма вы проживаете эту силу воплощаете эту силу чтобы она разлилась воплощать по всей вашей жизни пробуждая ее оживляя ее и все все люди все ваши отражения все предметы повсюду разворачивается эта энергия представьте себе что перед вами словно на передний план выходит этот луч он сквозь вас и перед вами внутри которого стоит солнечный ангел и сейчас он на груди ангела высвечивается знак который рисует сама Великая Мать смотря на этого ангела знак защиты знак видения знак любви знак успеха ваших начинаниях и в завершениях и вы своим сознанием просто входите сейчас в этого ангела словно два луча объединяются вы словно проходите сквозь этот знак влетая в чистый мир ваше сердце открыто сияю сияющий мир во всем мире сияющая природа вы расширяйтесь и расширяйтесь нет никаких стен нет ничего что могло бы мешать вашему постоянному расширению мы просим команду мир комбаза землить золотые платформы под вашими ногами платформа опускается само собой здесь совершенные координаты и великая мать говорит пусть из этих семян родиться и вырасти тот кто ответственен за мир во всем мире кто ответственен за абсолютное пробуждение природы тот кто ответственен за твое пробуждение тот кто ответственен за разворачивание нового времени новой совершенной изначальности сознание со всеми записями со всем любовью объединения защитой поддержки всех людей которые пришли сюда чтобы сиять ярче всех звезд ярче всех солнц в теле сознания великой матери и изначального великого отца на новой сети сознания я заканчиваю говорить но мы продолжаем петь песни держать звук и чистоту в этом поле сознания в котором мы касаемся касаемся каждого кто слышит эти слова здесь всегда есть поддержка здесь идет восстановление регенерация всех ваших тел выравнивания выравнивания вашего психического тела это пространство абсолютной любви и сама великая мать действует и взаимодействует с каждым здесь так как это положено для каждого с полной самоотдачей ты безмерно любим безмерно безмерно люблю